Вот лично я за эти уже почти 10 месяцев неоднократно испытывала чувство отчаяния, наверное. А вы? Нет, меня ничего не волнует вообще. Но я не поверю, что вы эти месяцы жили life as usual, что называется. Нет, она не была life as usual, потому что события все unusual. Но я подхожу ко всем событиям очень конструктивно. Если я не могу на что-то повлиять, я больше об этом не думаю. А если я могу повлиять на что-то, тогда я это делаю. И причем слово «могу повлиять» и «не могу повлиять» касается этого дня. Но были какие-то события, новости, эпизоды, которые по-настоящему вас потрясли вот за это время? Да нет. А что? У меня не потрясло, все было и так ясно. Ну вот лично у меня шок вызвало, кроме 24 февраля, еще и мобилизация, и кадры разрушенных городов, домов, жизней. Ну было что-то, что заставило... Ну это же уже давно продолжается. Ну вот я спрашиваю за эти 10 месяцев. Я не плачу вообще. Мы не плакальщицы-японцы. Мы делатели. Ничего этого не было, потому что я политик, и я знала все события заранее, чем это все кончено. Даже публично, по-моему, об этом предупредила. Поэтому меня это не удивляет, но я остаюсь в России, живу здесь. И для того, чтобы как бы выполнить свою миссию, а у каждого человека есть миссия, быть счастливым. Вот я как могу, все равно остаюсь счастливой. Я делаю то, что мне нравится, я делаю это для людей. Помогаем сегодня психически быть здоровыми. Для тех, кто остался особенно, ну и для тех, кто уехал, у них там тоже много проблем. Я воспитываю и ухаживаю за своей дочерью, которая тоже счастлива. И вот я берегу свой мир. Ну у вас получается быть счастливой сейчас? Слушай, если бы не получалось, я бы, наверное, об этом не заявляла. Я вообще очень честный человек. Вы мне в прошлый раз в интервью говорили, что вы сделали свой выбор, вы решили остаться в стране. Вы мне сказали, что я со своей страной переживаю все времена. Как часто с тех пор вы задумывались о правильности сделанного выбора? Ни разу. Ни разу не пожалели? Нет. А почему ты должна жалеть? Понимаете, я из Советского Союза. Дети, роденные в Советском Союзе, здесь они обладают самостоятельным самопознанием. А я любила читать запрещенные книги, увлекалась Тарковским, Солженицыным. Все это из рук Аксеновым, из рук в руки передавалось. Сам издат в газетке обернутый. Мы собирались в диссидентских кругах, обсуждали все, что творилось вокруг. Были бы позиции ко всему этому. Но мы ничего не могли изменить. Поэтому я ушла уже тогда, в 18 лет, во внутреннее подполье. У меня есть большая привычка к этому. Поэтому для меня ничего удивительного нет. Но потом-то жизнь изменилась. И вы тоже были счастливы в другой, новой жизни. Я в каждой жизни умею быть счастлива, но я никогда не вспоминаю и ничего не сравниваю с прошлым. Но, получается, на бэк-то ЮССА. Прошлое меня не интересует. Получается, возврат к самому себе. Можете назвать это бэк-то ЮССА. Можете назвать это дзен-буддизмом. Можете назвать это мудростью. Что хотите. Главное, чтобы не разваливаться ни с точки зрения нервного здоровья, ни с точки зрения разума. Как сделать так, чтобы не развалиться вот в этой ситуации? Сейчас появился такой термин, называется... Сейчас вспомню. А, дум-скроллинг. Дум в переводе с английского – это злой рок. А скроллинг – это перелистывать. Так вот, это новотемин, которая обозначает погружение человека в негативную новостную ленту до психического сдвига. То есть он ничего с собой поделать не может, он питается этим и уходит в это, что приводит к нарушениям первой психики, а потом и физики. Но человек чем-то отличается от животного, да? Тем, что у него есть сознание. Поэтому, если не хотите, то не погружайтесь, уберите дум-скроллинг. Вот и все. Читайте. Сказайте, что вы читаете? Пелевина «Последний роман». Очень интересно. Ну, там, кстати, есть ассоциации с тем, что сейчас происходит. Ну, то есть просто перестать читать негативные новости? Читать один раз в день и забирать только то, что вам полезно для выживания или для того, чтобы сделать продукт в бизнесе. Все. Остальное вы изменить не можете. Это тоже старая мудрость, не имеющая отношения к Советскому Союзу. Да? Дай мне мудрость и делить одно другое. Одно от другого. То, что я могу изменить, да, и чтобы у меня были на это силы. А то, что я не могу изменить, на это не тратить силы. А вам уютно сейчас оставаться в России? Очень. Жить в России? Уютно? Да. Вы мне в прошлый раз сказали, что вы задумаетесь об отъезде, если, я процитирую, страна превратится в большую тюрьму. Это до сих пор красная линия для вас? Или есть еще какие-то? Если я не смогу здесь работать. Но работать же сейчас можно удаленно, по скайпу. Нет. Моя работа неудаленная. Человек, как только уезжает из своей родины, не может людей русских ничему научить, если он сам пользуется благами другой страны. Да, вы так считаете? Да. Ну, просто я думала, что все равно у вас же, вы много в соцсетях выкладываете своих видео. Это какая разница, откуда это делать? Это не деньги. Работа – это еще зарабатывание денег. Я делаю то, что мне нравится, но это бизнес. Лекции, тренинги, они приносят? Я вживую, считаю, у меня аудитория от 200 до 1000-2000 человек. В основном это приносит? Да, конечно. А вам задают на этих лекциях и тренингах вопросы? Не задают на этих… Ваше – нет. А что спрашивают? Спрашивают о том, как создать свою внутреннюю планету, как вырулить, как находить оптимальные бизнес-решения в условиях хаоса? Ну, хорошо. То есть, вот когда вы не сможете здесь работать, вы говорите, тогда вы уедете. А что это значит «не смогу работать»? Что запретят ваши лекции и тренинги? Конечно. Вы об этом думали? Я об этом думала одну секунду. А что об этом долго думать-то? Ну, подумали, дальше что? Ну, запретят. Вот раз я беру чемодан и уеду. Ну, все, что мне тут делать? А были такие прецеденты? Были в политике прецеденты. А когда я начала читать лекции, не было. Смотрите, просто сейчас огромные сроки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!